Так, друзья, привет! Сегодня будет такое собиральческое видео. Я собираюсь на работу. Сегодня я работаю, поэтому собираюсь на работу. Времени так много. Буду краситься, буду пить чай и рассказывать вам новости и вообще всякое интересное, что найду, сочту нужным из Ривгош. Про акции сейчас новогодние расскажу, так что кому интересно, оставайтесь со мной, хорошо? Да, я буду периодически попивать чай, поэтому, кого это раздражает, пардон, делать нечего. Ну, или смотрите, или не смотрите. Итак, красимся, одновременно разговариваем про новости. Буду показывать, что крашу, постараюсь довольно быстро, потому что времени все-таки перед работой не очень много, но постараюсь все показать так, чтобы вам было действительно интересно. У меня очищенная кожа, я умылась, помыла голову, сейчас заколками убрала волосы и наношу базу от Эвсен Лоран. Она такая красивая, девчонки, покажу вам, вот с золотишком внутри. Есть такая же база у Герлен, тоже с частичками золота, но, видите, у меня от Эвсен Лоран, которого я тоже очень люблю. Так, можно руками, кто чем, я наношу кистью. На лице ничего нет, чуть-чуть у меня, видите, от Диор, сейчас ухаживающий бальзамчик, вот этот, Лип Глоу. Лип Глоу тоже хочу вам сказать. 12 часов, я в курсе. Лип Глоу 004, а на моих губах, смотрите, он не оранжевый оттенок приобретает, не коралловый, а, соединяясь с моим пигментом губ, вот он, вот такой коралловый прям, ну, знаете, многие из вас знают, соединяясь с моим пигментом, он становится розовым, так что его не так часто берут в магазине, потому что боятся, что губы приобретут такой персиковый или какой-нибудь коралловый, лососевый оттенок, но на самом деле, надо пробовать на губах, попросить, чтобы вам наши девочки обработали диасептиком помаду, они убирают верхушечку, и вы спокойно совершенно можете нанести на губы и убедиться в том, какой действительно пигмент приобретет, какой цвет приобретет этот бальзам на ваших губах, потому что у меня это совершенно розовый пигмент, мне можно брать, но у меня такая тестерная версия, потому что они ушли, а мы успели заказать тестеры, и у нас остались. Так, девочки и мальчики, все, так что это подарок. Кисть от бренда номер один, я вам ее показывала, не смотрите и не критикуйте, что там у тебя грязная кисть, она у меня вот такая вот, да, я чищу кисти раз в неделю, меня не смущает, меня устраивает, так что все. Про это я вам рассказала, вот эти новые кисточки, они уже какое-то время в магазине Ревгош, наверное, вы их видели, ну, думаю, 100%, кто входит в Ревгош. Так, с Эвсен Лоран базой мы закончили, убираю. Сейчас у нас будет тоналка, не хотела долго думать, на мне хорошо всегда сидит, беспроигрышно, мой старенький Вителю Мьер, это 30-ка Седр, от Шанель, как уже понятно, 30-ка, наверное, будет видно вам. Ну, 30-точек, одним словом. Так, и вот сейчас мы, поскольку у нас быстрый макияж, так, 30-ку от Шанель мы нанесем влажным спонжем. Спонж тоже вот такой, вот такой спонж, да, раз в неделю, раз в неделю. Так, так, все знают уже, наверное, наизусть, термалка от Five Elements. Служит мне и тоником, и также я вот смачиваю ей спонжи, поэтому норм. Итак, теперь давайте начнем, вот на ручку наношу, немножечко, все, и вы увидите, что 30-ка на мне такая довольно нетемная. Итак, про новости, и вообще про что интересненького. Девчонки, сначала, и мальчишки, сначала расскажу вам, что к нам пришли, у нас не было, из линейки Тициана Терренсе, три новых аромата, три или четыре, первым пришел Лео, и я вам немножко делала в инстаграм про этого Лео. Первое впечатление, он такой мне показался нежный, пушистый, сливочный такой, но по факту все равно вылезают мускусы от Терренсе, никуда от них не деться. Помните, да, и никуда, никуда нам не деться от этого. Вот, в общем, от этого мускуса я так и вот славливаю его на лету. Немножечко развеялся, разошелся Лео в итоге, и все равно он не мой вариант. Но кому нравится плана Терренсовского, такого плана его произведения, основные, возможно, кому кто любит Кирки, мне кажется, Лео вообще покажется каким-то спокойным, действительно, котенком. Поэтому пробуйте, если увидите в Ревгош, если еще не пробовали Лео. Но в целом, он, ну, неплохое, хотя бы первое впечатление, если Кирки меня на старте вышибает, то Лео первое впечатление у меня оставил очень такое нежное. Но потом все-таки коготки-то проявил. Дальше. Поэтому Лео я вам рассказала, не совсем мое, но, возможно, ваше. Теперь про... Уже продавали. Мы, кстати, его, в общем, люди берут, довольно нравится им, все спокойно, все нормально. В нем не так много фруктов, как в Кирки, как в Кассиопии, как в... Ну, как вот в этих ароматах. Закончим перечисление. Следующий аромат, который встал на наши полочки, и как он только встал, я сразу его и продала. Это был красный такой флакон. Что-то там про Помпеи. Я не помню его точное название, но Помпеи. Вы видели? Возможно, я вам подпишу. Подпишу точно, да, что боток Помпеи, Помпеи. Там просто из двух слов. Первое слово я, извините, забыла. Но отороплюсь, голова сейчас не работает, в полную силу, еще же макияж. Поэтому что-то там с Помпеями связано. И вот эти Помпеи, такой амбровый аромат, я его продала, пришла утром в магазин, девушка прям с утра, и говорит, мне что-то такое, она сама сказала, девочки, амбровое, такое яркое, мощное. В общем, чтобы мужчина голову совсем потерял. Я говорю, да? Ну, хорошо. Сейчас потеряет, не волнуйтесь. Говорю, помощнее, значит, просите, любите. Да, помощнее. Вот что такое самое мощное, чтобы шлейф был, все дела. И я оставила незабываемое впечатление. Я думаю, ну, пойдемте тогда к Тициана Терренсе, чтобы шлейф, чтобы впечатление, чтобы семерых одним ударом. И в итоге она говорит, ну, а что из этого, как думаете? Я говорю, ну, попробуйте. Вот к нам встал вот этот красный аромат. Он действительно интересный, он такой красивый, он амбровый, как вы хотите. Попробуйте, попробуйте. Если нет, сейчас мы что-то посмотрим еще. Так, секунду, отвлекусь. Значит, я выбираю сейчас, чтобы нанести сверху на тональный крем или все-таки вот этот герленчик мой, или вот это вот от пудру рассыпную от Живанши. Честно, пока не могу сообразить, но давайте, наверное, ну, давайте, вот это я периодически наношу, ну, давайте пудру, хотя я прям капельку хотела, и в целом-то я хочу забронзироваться, ну, ладно. Так, нанесем, попробуем, нанесем, попробуем. Помните, да, это вот то, что оставляет. Так делаете красиво? Ну, меня не оставила. Ладно. Ну, торопимся, что делать. И совсем чуть-чуть, как бы он подблёривает, не так, чтобы мне надо, честно говоря, припудрить лицо, но хороший блёр, это пудра делает, за что я её люблю. Она, герлен, прям шикарно блёрит, выравнивает даже сухую кожу, в целом не наносит никакого вреда, а действительно припечатывает и заблёривает. Поэтому так, немножечко пробежимся. Для вас, мне в целом было всё равно, что наносить. Поэтому я думаю, всё время герлен, ну ладно, уже изменим ему, да, и нанесём вот это. Так, ну и хорэ, что называется, переходим к румяшкам. Я ещё даже не знаю, наверное, всё-таки возьму вот эти вот от герлен, свои шарики. Так, но в итоге я предложила девушке этот аромат и он ей, так, у меня кисть, а вот, и в итоге он ей понравился сразу, сразу она говорит, всё, вот это действительно возьмём. И вот мы его взяли. Потом ещё два аромата. Один называется Моро Ди Венеция, кажется, вот так, Моро Ди Венеция. В чёрном флаконе этот Моро Ди Венеция. И я вам хочу сказать, что, сейчас поправлю зеркало, я вам хочу сказать, что Моро, так называли венецианцы, купцов из арабских стран, мавров по-нашему. Вот они их называли Моро. Чемотелло, я так понимаю, у нас, наверное, если бы он был купцом, не знаю, может, купцом был, нет, Моро, кто помнит, я не помню. Так, в общем, мавров называли Моро. Аромат, как вам сказать, по-первых, впечатлению он на меня никакое особенное воздействие не произвёл. Он мне что-то напомнил, что-то классическое наше, старенькое, просто в более пыльновато, пряной версии. Я ломала голову, что бы это могло быть и пришла к выводу, что это, знаете, что мне показалось, что он очень похож, ну, может, не очень, но есть какие-то, нет у меня кисти, сейчас соображу, какую кисточкой наносить. Ну, давайте, я, скорее всего, да, скорее всего, я возьму тени NYX и просто белые и нанесу подложку. Сейчас вообще-то надо брови красить, а не глаза, ну, ладно, всё-таки у нас с вами так вот всё по живенькому, поэтому я так уже бегу впереди планеты. Он мне напомнил, знаете, что из бренда Lacoste, наш классический Lacoste Pour Femme. Можете верить, можете не верить. Я не знаю, найдёте ли сходство вы. я нашла. Больше он мне ничем не слышится. Слышится Lacoste Pour Femme. Так же, как и с какого-то не так давнишнего времени, Lacoste Pour Femme я слышу в Маруси Аутентик, в зелёной Маруси от Славы Зайца. Просто там более свежая версия, а здесь, наоборот, более такая пренновато-пыльноватая и более душноватая и более плотная. Вот так. Ну, попробуйте, если вы вот этого Мора Дювенеция не пробовали, попробуйте. Там он идёт, сейчас соображаю, чем мне брови красить не подготовила. Там он идёт с ананасом, с чёрной смородиной, с амброй, с фиалкой, с ландышем, с дубовым мхом и мускусом. Давайте у меня, помните, я вот так вот свой позор на резиночке, под резиночкой у меня, да? Вот это, что касается Моро чёрного. В целом, неплохой аромат. Меня порадовало, что он не влупил сразу свой мускус на самую высокую мощность. И, скорее, здесь я слышу именно почему-то пренновато какое-то не чёрно-смородиновое, а ландышевое, что ли, скорее, звучание. И я бы сказала, что я слышу здесь, я не знаю, мне кажется, там нет ветиверов нигде, ни в начальных нотах, ни в базовых, но какое-то вот такое, то ли ветиверовое, то ли фужерное звучание, типа, вот ветивер или может быть, вот такой специи, вот как шафран, например. Вот что-то такое, меняющееся, не перец, который раздражает носик, и он сразу, носик у вас от перчика, сразу вы чувствуете его. Мне кажется, что розовый, что чёрный перец. Есть нотки, которые вы ощущаете. А вот тут я чувствую, что как будто бы, по мне, так пренновато-зеленовато. Но что это? Я сказать не могу. Ну, вроде я не нашла там ни шафран, ни ветивера, по-моему, его там нет. Ну, мне как-то вот так вот этот аромат. И скорее он, если цветы, жасмина я там не чувствую, по мне, так это какое-то вот такое всё-таки плотноватое звучание. Хотя трудно, честно, трудновато вычленить там что-то. Мне трудновато. Так, и ещё один аромат, который мне понравился больше всего, скажу честно, больше всего, что в последнее время не удаются брови. Я вот замечаю, когда я почему-то иногда сядю, ну, часто не почему-то, у нас такое у женщин бывает, и мы находимся в каком-то стрессе, в таком, а у меня стресс, потому что я ничего не успеваю. Потому что ноябрь, декабрь у нас сложные месяцы по работе, очень такой сложный график, и я не успеваю ни по дому, ни по... Ну, по дому это самое большее, что я стараюсь делать в тот момент, когда у меня, там, допустим, выходной, но зато я пропускаю свой YouTube, я не успеваю делать что-то интересное в Instagram, я не успеваю... Вот эти свои тоже основные дела не успеваю. Ну, уже не говоря о том, что там вообще куда-то выйти, это как в песне, прям не для меня, да, потому что у меня просто ни на какие выходы, ни на какие расслабухи походу там куда-то пошопятся в магазины, не знаю, с кем-то встретятся, у меня просто нет на это времени вообще, его нет от слова, совсем. И... Ну, это как бы и ладно, я не сильный там фанат вот этих выходов в свет, но... слабонервных на всякий случай просьба удалиться. Но у меня больше вот то, что я не успеваю вам на YouTube-чик, на Вдзен, Вдзен, который у меня заброшен совсем, ну, не совсем, но совсем заброшен в YouTube. А Дзен как-то так я потихоньку туда пытаюсь, но тоже не делаю в полную меру то, что я должна делать. Не делаю. Ну, там хотя бы вот люди подписываются. Кстати, сразу скажу, спасибо, ребят, всем. Я в прошлый раз, когда просила вас в Инстаграме, не в Инстаграме, в Телеграме подписаться на мой канал Дзен, чтобы немножко поддержать его и вдруг, правда, рухнет YouTube. Мы же с вами не знаем, что будет дальше. То хотя бы вот реально я для себя поняла на данный момент, что, да, не YouTube, так я его просто держу как вообще самый запасной вариант, потому что это самая муторная площадка, которая только у нас существует, полная... Поняли. Но Дзен более-менее нормальная площадка, более-менее нормальная. Он даже мне стал как-то нравиться, я хочу вам сказать. Я вот привыкла к YouTube, я очень такой консервативный в этом плане человек, мне тяжело на что-то другое переключиться, но мне там понравилось на Дзене, нормально грузится, бывает тоже с перебоями, гружу-гружу, не раз, ошибка, грузите снова. Думаю, вот ты, блин, красавец, грузите снова. Но все-таки она хотя бы рабочая. Я понимаю, что если вдруг чего, чего, сейчас накинетесь на меня, там некоторые из вас особо добрые, тут какая-то проявилась подруга, такая злобная, хочется нехорошее слово даже сказать, такая сучка, тебе, честно говоря, какая-то, знаете, вообще дикая, по-моему. Че так все пишет, какие-то мелкие гадости, пакости, за каждое слово цепляется, причем за такую фигню, что просто смешно. Вот, думаю, во, блин, делать нечего человеку, скукотень видать полная, и она не по сюжету, а вот какой-то мелочи прицепится, вот типа как вот сейчас там, чего там, да, или что-то такое, ну, мелочь какая-то, и вот срыгивает своим вот этим, больше ничего не может, ну, что же делать, да, пожалеем, пожалеем таких людей, их надо просто пожалеть, им что-то не додано, в этом мире реально что-то не додано, ну, от этого, а как еще по-другому, да, счастливый человек, так себя не ведет, или хотя бы какой-то такой сбалансированный, уравновешенный, и даже если и не так, вот, то я часто бывала в таком, не в равновесии, но чтобы бросаться на других, без причины, или по какой-то ерунде, это вообще как-то, да и вообще, сами понимаете, девчонки, да, о чем я, ну, хрен бы с ними, все, забыли, проехали, так, ну, мы с вами говорим про аромат, возвращаемся к ритузе, это еще один аромат от Тициана Терренци, и вы знаете, что этот аромат мне понравился, так, а с купцом, вот этим, с мавром мы закончили, да, венецианским, и так, если не закончили, то черный флакон, моро-дивенеция, попробуйте, мне напомнил, еще раз скажу, лакостовский пурфан, посмотрим, что вам, там какая-то смесь из пурфан интанс и пурфан классика, так, теперь два слова про, надо как-то завязывать с глазами, про аритузу, аритуза мне понравилась, прям скажу вам, не постесняюсь этого слова, мне понравилась аритуза, я не ожидала, он аромат довольно нежный, зеленый, фужерный, инжирно-сливовый, с гриб-прутом, с чем там еще, с шафраном, как раз, по-моему, он идет с шафранчиком, с морской солью в базе, с песком, с морской водой, с дубовым, если я не путаю, там дубовый мох, да, вот там уже ветивер, почули, нет, дубовый мох у нас был в другом, дубовый мох у нас в моро как раз, нет, нет, там почули, почули, но, самое главное не в нотах, самое главное в том, что он спокойно себя ведет на моем теле, на моей коже, он не дает мне выносящего, зубодробильного и москвоносящего мускуса, мне кажется, что там прям реально минимум какой-то, если он там, ну, я думаю, что есть, но там какой-то на минималках, что называется, и это меня очень устраивает, так, по поводу теней, тени, я думаю, что, наверное, сейчас это будет шоссейда, вот такая четверочка, я давно не, предполагаю сереньким, вот так вот сереньким, наверное, сделаю, а может быть, не с немножко синим, а черным я обведу, вот карандашик, сейчас пока не смотрите, все криво и в кривь, и в кость, потому что болталка же идет, трудно сосредоточиться, поэтому пока, пока как бы так, а тут у меня серенький будет, то хочу что-то нейтральное и прям быстренькое, не хочу, нет углубляться этого, время, поэтому вот эта аритуза со своим шалфеем, со своим этим, а имбирь там еще, хотя я его не сильно чувствую, шалфей травка, вот шалфеечек, вот прям травный такой аромат, мне он очень нравится, мне он прям, я бы себе, все равно это, немножко не мой аромат, но, если бы мне сказали, слушай, выбери что-нибудь, и мы тебе подарим просто, ну вот так, например, бренд бы так, да, сказал, слушай, выбери что-нибудь, Ольга Борисовна, и я бы подумала, стала бы выбирать между, например, аритузой, между, возможно, маремой, я вам писала пост про марему, он мне понравился, между 19 марта, наверное, как-то вот из этих ароматов, мне кажется, я бы стала выбирать, и что-нибудь бы выбрала, но очень даже может быть, что и аритузу, из этих трех, не знаю, под настроение, я думаю, у меня, под настроение, где-то марема у меня, где-то настроение, аритуза, она более спокойная, она прям какая-то умиротворенная, мне понравился, аромат одним словом, подойдите, если вы, девчонки, еще тоже вот не подходили, не видели, хотя аромат, там он 2014, что ли, года, он не такой новый, но просто к нам только что пришел, поэтому я вот вам первое впечатление, так, все, про ароматы мы проговорили, давайте я вам еще хочу сказать про акции в Ревгош, Новый год, у нас сейчас запара, очень много работы, да, поэтому, если я не буду выпускать или успевать видео, вы уже не обессудьте, ладно, я, довольно сложный график у нас, самый сложный, это ноябрь-декабрь, кстати, я вам не рекомендую, девчонки, мальчишки, оставлять ваши покупки на последние декабрьские дни, потому что в Ревгош очень много народа, будет просто столпотворение, сначала вы не найдете места на парковке, я вот на машине, причем сейчас я купила абонемент, и у меня там на нижней парковке, я вот встаю, но там они у нас без места, просто абонемент, я могу вот поехать и встать, но дело в том, что даже я вот в том году заехала на парковку и помню, что чуть ли не 20, а если не 30 минут, крутилась, не могла никуда встать, я думаю, в этом году будет такая же ерунда, потому что все ломятся, в ленту ломятся, за подарками, во все магазины, и выврив Гош, к примеру, да, в последние дни, первое, вы сразу столкнетесь с отсутствием местной парковки, оно вам это надо, второе, это, смотрите, у нас сейчас 1 декабря стартовала акция новогодняя, при покупке от 2,5 тысяч рублей, вам, да, вы играете в лотерею, в новогоднюю, в зимнюю лотерею, где можете там достать, есть призы, есть там сумка, шопер, что-то еще, косметички, по-моему, какие-то, или купоны на 500 рублей, 800 и 1000, которые можно до 10 января будет на следующую покупку уже отоварить эти купоны, естественно, люди сейчас делают подарки, у них еще и купоны, конечно, покупательская способность в декабре, как ни, ну, как ни в какое другое время высокая, поэтому, а мы, у нас раньше были отдельные кассиры, а мы могли пробивать на кассе, ну, допустим, если кассиры заняты очень, или что-то, вот ты поработал с человеком, подошел с ним на кассу, пробил ему и быстрее его отпустил, да, а сейчас, девочки и мальчики, во многих магазинах Ревгош нет кассиров, отдельно, как выделенное звено, как отдельная должность, и получается, что мы все продавцы кассиры стали, это очень тяжело, особенно, вот, когда начнется, и уже он начался, по сути, этот бум, а во второй половине, а уже не за 10, вообще какая-то труба у нас творится, это километровая очередь, да, от самого входа, до самой кассы, это всем надо выбрать, а кому-то еще приспевает, понимаете, тональный крем выбрать, вот в это время, и начинается обход по всем, от масс-маркета до люкса, хорошо сейчас товара мало, с одной стороны, хорошо, ты хоть не разгуляешься, вот нету, да, есть вот тот, и тот, и я вам покажу, что есть, потому что раньше, это могла быть гульба по всему магазину, да, понимаете, все, то есть нам надо и в зале, и тут же мы бежим на кассу, кому-то пробить, потому что спецкассиров больше нет, поэтому вот я вас просто прошу, для вашего же спокойствия, благо, потому что вам, вы портите настроение себе, вы портите настроение, когда можете с кем-то, кто-то вот скандалит рядом с вами, да, втягивает еще вас в этот скандал, грубит нам, давайте быстрее, что вы там свои лотереи достали, или там, а у кого-то еще, допустим, стандартные карты, а он хочет по золотой, уже бонусы у него там накопились, надо менять карту, а все это один человек делает, бедный этот кассир-продавец, ему, а там в зале кричат, да где же они все, какого вы там на кассе стоите, и так далее, вот эта нервотрепка, декабрь, для нас очень тяжелое время предновогоднее, поэтому, чтобы избежать вам этого, пожалуйста, старайтесь заранее максимально, да, вот затариться своими подарками и прочим, потом, потом, это не все еще, не все эти минусы последних дней, товар, ну понятно, во-первых, исчезает, к тому же, не во-первых, исчезает товар, его просто нет, его скупили, многие стараются сделать подарки, не очень дорогие, вы знаете, у нас все мыла стоят, что-то вот такое недорогое, там в районе 500 рублей, и многие делают подарки коллегам по работе, сейчас синий пытаюсь синий, но может быть не очень выйдет, поэтому что-то мне уже не нравится, надо убрать этот синий, нет, он сюда не в тему, допустим, те же подарочные коробки, любые там шампуни, бальзамы, гели для душа, или мыло, даже палочку не приготовила, чем убрать, а, есть палочка, а может ничего синенький, коробки расхватывают очень быстро, то, что остается, все или порвано, потому что много смотрели, спешили, роняли, бросали, как пойдет, так и оставлю, остаются, и даже рваные коробки забирают, то есть, до вот такой степени проходит Новый год, что бывает, да ладно, нормально, да ладно, мы там свои родни, мы никому-то, мы там сестре, брату, ничего страшного, что мятая там порванная, немножечко порванная коробка, ничего страшного, мол, наши не обидятся, главное, что внутри, поэтому, чтобы вам тоже не пришлось, вот так вот, да, дайте хоть какую-нибудь коробку, надо уложиться, родственников куча, этих сестер, братьев троюродных, пятиюродных, племянники и т.д. и т.п., дайте хоть что-нибудь в районе до 500 рублей, потому что надо вот этим, 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 пять человек по 500 и посчитай, вот чтобы у вас был какой-то зазор заранее, я вас очень прошу, ладно, заранее, потому что действительно это тяжело будет и вам, и нам, ну и, наверное, повторюсь, глаза, по-моему, вышли ужасно, но делать нечего, сейчас я попробую их подправить, маркера, наверное, не буду, хотя нет, наверное, может быть, немножко маркера, сейчас, сначала еще раз пробежимся тонкой кистью, тонкой кистью по, и черным, вот здесь, да, черными тенями по верхушечке, как-то мне их выровнять немножко надо, за болтовней довольно трудно, так, вот, вот, собственно, вот о чем я вам хотела рассказать, да, что акция идет, до 10 января вы можете, если вы выиграли купон, ну там, так, там если вы выигрываете купон на 500 рублей, то вам надо на 2500 купить, если на 800 рублей, то там, кажется, от 4000, а если купон на 1000 рублей, то от 5000 на 5000 берете, естественно, желтые ценники не участвуют, 1000 тогда вам списывают, вот, собственно, вот, и до 10 января все это работает, ну, наверное, может быть, это и все, я вот думаю, что еще из новостей, «А, да, вот такая новость», не то чтобы она сильно трагическая, она была ожидаемая, я как-то тоже о ней вам говорила, мне кажется, уже не раз, оставим как есть, как говорится, время подредактирует, из нашего магазина убрали полностью, увезли бренд Шанель, мы уже все переставили, и когда вот кто к нам в магазин приходит, больше, и не только в нашем, еще в нескольких магазинах, мне кажется, вот категории «Б» и «С» убрали, в «А» они, может быть, еще стоят, может быть, еще живы, а в «Б» и «С» убрали, поэтому в наших магазинах бренда Шанель, нам даже не дали тоже его допродать, убрали Шанель от нас, все, уехала, и след простыл, и мы уже переменили все планочки, больше у нас Шанель там даже нигде не светится, но осталось только гондола с декором, там на боковушках действительно есть еще аббревиатура Шанель, но только тестеры стоят в полочках пусто, не знаю, что мы будем делать с этими гондолами, но шкафы мы полностью уже перестроили под другие бренды, все, тушь показывала, мне она все-таки по факту не очень нравится, но, извините, дернула, ой, извините, тут на треноге камера стоит, и я ее дернула, но по сути я почти накрасилась, мы с вами будем, мы сейчас немножко только глаза пробежим, ладно, и все, вот такие бои новости, сейчас два слова скажу, не буду повторяться, что все-таки попробуйте чуть пораньше закупиться в Ревгош, если вам что-то нужно, что еще, да, у кого подарочные карты, я как-то говорила, но повторюсь, если вам подарили подарочный сертификат Ревгош, он работает только в наших магазинах, в магазинах, куда вы можете прийти ножками, в офлайн магазинах, в онлайне, ваши подарочные сертификаты, к сожалению, не работают, и подарочные, или вот ко дню рождения, электронные, мне кажется, сертификаты, это все отоваривается только в наших живых оффлайновских магазинах, куда вы, еще раз скажу, не всем понятны, бывают термины, куда вы приходите ножками, а не как заказать в интернете, там не работает это все, многие приходят и расстраиваются, но это мы ничего не можем сделать, это не мы придумали эти правила, так, пожалуй, все, и еще вспомнила одну причину, почему все-таки вам стоит чуть пораньше прийти в магазины, в наши оффлайновские, куда ножками, потому что, пусть немного, и не так уже, как раньше, не такие красивые, дорогие подарки, комплименты за покупку, но все-таки нам что-то привозят, сейчас это косметички, сейчас это, ну такие, от Гурмандис, вот, по-моему, привезли косметички от Евы, от Гурмандис, потом у нас маленькие миниатюры при покупке бренда Тоус, небольшие, новые они выпустили, одеколоны, для девочек и мальчиков, там розовый мишка Тоус, и такой зеленоватый, или морской волны, что ли, при покупке Тоус, вот эти мишки, выдаются миниатюры ароматов, выдаются кремы для рук, выдаются, не помню, от Пайо, что-то от бренда Пайо, но, по-моему, с миндальным орехом, лосьон для тела у них есть, или скраб, или что-то такое, с миндалем, вот это выдаётся, мне кажется, не привезли, может быть, нам ещё пока не дозавезли, какие-то, кажется, нету никаких ни клачей, ни сумочек, ни вот чего-то такого, а, нет, косметички, ну, даже это не косметички, а такие от Гуччи, как будто бы с косметичка, ну, я не знаю, как пакетик, что ли, такой, какая-то торбочка, торбочка, по-моему, она то ли на магните, то ли она как-то на завязочках, ну, такой торбочкообразная косметичка, вот, я вспомнила, что ещё, может быть, а, от бренда Карво на аромат идёт в подарок, 10 миллилитров, по-моему, пока это кажется мне всё, но, тем не менее, комплименты, естественно, исчезают день за днём, поэтому, поэтому, ну, вот, мы все с вами любим подарки, да, не прощёлкайте, ребята, вот так попросту вам скажу, не прощёлкайте, если вам всё равно надо, вам всё равно туда идти, лучше раньше идите, получите зарплату, и идите, чтобы хоть что-то вам приятненькое было, иногда люди обижаются, что, где подарки, подарков нет, ну, разобрали, нет подарков, реально, и потом, имейте в виду, каждый, кто работает в Ревгош, практически у нас каждый сотрудник, тоже покупает себе, и, естественно, берёт комплимент, мы, каждая наша девочка, мы довольно много покупаем сами в Ревгош, себе, родственникам, там, и так далее, это сейчас у меня для бровей, я немножко решила усилить цвет, и тушь для бровей от, номер 002 от Диор, вот, тушь для бровей от Диор, просто наношу на волоски, чтобы немножко герленовский карандаш, под номером 1, затемнить, что ли, и чуть-чуть зафиксировать бровки, на сегодня это всё, я думаю, более-менее, сейчас я ещё немножко губы подрисую, может быть, я даже успею закачать это видео, сегодня суббота, я бегу на работу к трём, может быть, я успею действительно поставить его на YouTube, посмотрим, рассказала всё, что хотела, даже чай не допила, давайте ещё раз я покажу, а, да, подождите, встал новый бренд, из декоративной косметики, он итальянский, это не люкс, это, мне кажется, всё-таки масс-маркетовый бренд, называется он L'Art Del Bello, L'Art Del Bello, я взяла вам показать 203, 203 вот такой абразивный, я сейчас покажу, как выглядят у них неплохие помады, мне понравилось, мне понравилось, так, уберу Dior и покажу вам вот такой образец, они есть увлажняющие, есть такие полуматовые вроде бы, но всё равно с увлажняющими маслами, попробуем сейчас его на мне, мне ещё понравилось вот в тот раз, хотя кто-то мне сказал, что очень ярко, ну, ничего страшного, ну, в общем, довольно по-летнему, действительно довольно ярковато, и, кстати, мне кажется, можно подрастушевать получше тени, но я, наверное, сейчас этим займусь, чтобы уже вот вас не травмировать и не задерживать, потому что все новости я рассказала, хорошо? На сегодня это всё, я сейчас немножко здесь вот затемню уголочек, приподниму его, но в целом я думаю, что нормально. Так, на сегодня это всё, девчонки, мальчишки, я вас всех безу-безу, хорошо? Пишите ваши комментарии, у меня, по идее, как только у меня будет побольше выходных дней, я сразу сниму видео на Aroma Box, который я получила от Рандеву, потому что мне надо обязательно вам его показать, там идут ароматы жилет Хазыган, мы как-то с вами должны рассмотреть их успеть, в декабре должна я вот это видео вам показать, про жилет Хазыган, и про, помните, вот он у меня тут рядом, я вам, кстати говоря, сегодня, если я успею распаковку, у меня уже готова этого аромата, Виш от Шопар, я вам, возможно, его поставлю в Телеграм, прям попробую, прям сейчас, будет видео закачиваться на Ютуб, и вырезать не буду, поставлю как есть, буду надеяться, что успею, сегодня в субботу, вы его должны увидеть, ну, в крайнем случае, в воскресенье завтра, а вот это попробую точно сейчас поставить, закачать вам в Телеграм, хорошо? Кто не подписан на Телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь, там бывает интересно, там бывают какие-то интересные новости, интересные статьи, болталки и прочее, фотографии личного характера, какие-то приватные разговорчики, иногда у нас с вами бывают, так что, пожалуйста, в Телеграм-канале, и не забывайте, мои дорогуши, пожалуйста, мой канал на Дзен, хорошо, он медленно, но верно, у меня все-таки живет, 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 я его потихонечку наполняю, безу-безу, а в янто! Субтитры создавал DimaTorzok